Здравствуйте друзья, в этом видео я расскажу про новый аддон для Home Assistant, который создал автор проекта ZigStar. В рамках него вышло несколько моделей ZigBee координаторов, про которые я делал отдельные обзоры, ссылки вы найдете в описании. Задача этого аддона максимально упростить процесс обновления прошивки для ZigBee координаторов на базе модуля CC2652P, самым распространенным из которых является первая версия USB-стик от Sonoff ZB Dongle P. Сразу уточню, для ZB Dongle E этот аддон не подходит, но возможно скоро появится и версия для него, следите за обновлениями на канале. Конечно поддерживаются и сетевые устройства серии ZigStar, причем в этих случаях прошивка не требует физического доступа к координаторам и может проводиться удаленно. Для других моделей может потребоваться доступ для того, чтобы кнопкой перевести координатор в режим загрузчика. В рамках теста показанного в этом видео, я обновил прошивки на ZB Dongle P и двух координаторах ZigStar, обычным и поддерживающим PoE. Актуально и для китайских клонов ZigStar координаторах HamGeek. Для других моделей тестов на момент выхода еще не проводилось. Важное предупреждение, все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Если у вас все работает корректно и хорошо, то необходимости в актуализации прошивки нет. Я со своей стороны могу подтвердить только то, что я лично обновил прошивки на трех своих координаторах при помощи этого аддона и во всех случаях процесс прошел успешно, все устройства сохранились, ничего переподключать не пришлось. Подробный алгоритм действий я продемонстрирую в этом видео. Для установки аддона нужно открыть страницу его репозитория, ссылку вы найдете в описании под видео. Прокручиваем до раздела инсталляция. На момент выхода этого видео это последний пункт. Но со временем документация описания может обновляться. В нем есть строка для магазина дополнений. Нажимаем кнопку справа и копируем его адрес в буфер обмена. Теперь нужно перейти на страницу вашего сервера Home Assistant. В настройках нам нужно найти и запустить пункт дополнения. Это откроет страницу уже установленных дополнений. Нам же нужно установить новое, для чего в правом нижнем углу нажимаем на кнопку для перехода в магазин дополнений. Тут нам нужно нажать справа сверху на кнопку с изображением трех вертикальных точек и в появившемся меню выбрать пункт репозиторий. В нижней части окна списком репозиторий есть адресная строка. В нее вставляем скопированный ранее адрес и нажимаем кнопку добавить. После этого ищем кнопку нового репозитория. У меня она находится в самом низу списка. Нажимаем на нее. Вот так выглядит его страница на момент создания этого видео. Но если что-то поменяется, например логотип, не переживайте, это нормально и на функционал не влияет. Аддон установлен, запускать его пока не надо. Более того, практически все время он будет находиться в восстановленном состоянии, так как запуск нужен только для прошивки. Поэтому убедитесь, что опция автозагрузка отключена. Начнем с USB ZigBee Stick'а Sonoff Zabodongle P. Он установлен у меня на тестовом сервере. Сейчас на нем установлена прошивка от 26 июля 2022 года. Эти цифры в строке координатор revision не что иное как дата в формате год, месяц, число. Перед прошивкой нужно остановить ту систему, которая использует этот стик, в моем случае это zigbee2mqtt. Нажимаем кнопку остановить. Это может занять какое-то время, ждем, пока аддон не будет полностью остановлен. Теперь идем в установленный аддон zigstar и открываем страницу конфигурации. В первом разделе нужно выбрать порт, к которому подключен стик. В моем случае к серверу подключено два стика. Порт для Sonoff P тут находится сверху. Внизу порт для Sonoff E. Он отображается как Dungle Plus версия 2. В поле для адреса сетевого устройства вводим пару каких-то символов, в противном случае конфигурация не сможет сохраниться. Следующий блок настроек по пунктам. Первый переключатель определяет тип устройства, когда он включен значит USB, когда выключен значит сеть. Для Zabodongle P он естественно включен. Более того, именно для Zabodongle P, так как он один из самых распространенных, есть свой специальный переключатель, благодаря которому система знает, что это именно он. Третий переключатель для типа прошивки. Если его включить, то аддон сам находит и качает самую актуальную версию прошивки от автора проекта zigbee2mqtt. Если вы хотите использовать другую, то отключите этот пункт и в поле ниже укажите прямую ссылку на файл нужной вам версии. Нижняя опция нужна для сетевой версии, тут она отключена. Сохраняем конфигурацию. Теперь можно запустить аддон. Еще раз уточню, zigbee2mqtt в этот момент должен быть остановлен, сам стик трогать не нужно. Переходим на вкладку журнал и ждем. Процесс занимает несколько минут, журнал может обновляться с некоторой задержкой, это нормально. Аддон автоматически делает все необходимые действия, ничего дополнительно предпринимать не нужно. Ждем пока процесс завершится, все сервисы отработают и остановятся. После этого останавливаем этот аддон и запускаем zigbee2mqtt. После старта zigbee2mqtt проверяем версию координатора. Теперь установлена самая актуальная на сегодняшний день от 7 мая 2023 года. Переходим на страницу устройств все на месте. В некоторых случаях какие-то устройства могут быть в оффлайне, скорее всего это роутеры, которые пытались отправить сообщение координатору, когда шла прошивка. Переживать не надо, при следующей отправке сообщения все восстановится, ничего делать не нужно. Теперь прошивка сетевой версии, это уже не тестовый, а реально рабочий координатор моей домашней системы. Аддон кстати я использовал тот же, установленный на тестовом сервере, разницы нет, так как обращение будет по сети. В конфигурации в поле сетевой адрес указываем адрес и порт вашего zigbee координатора. Локальный порт из блока выше в этом случае значения не имеет. Если вы не очень понимаете какой именно адрес нужно указать, то его можно взять из конфигурации zigbee2mqtt. Только не надо копировать то, что перед цифрами адреса. В следующем блоке соответственно первую и вторую опцию нужно отключить, так как это не юсб и не забадон глупэ. А прошивку буду использовать то же самое. И последний пункт, режим загрузчика для сетевого устройства активируем. Не забываем сохранить конфигурацию иначе ничего не получится. На сетевых координаторах у меня стояла чуть более свежая прошивка от 26 декабря 2022 года. Не могу сказать чтобы меня что-то в ней не устраивало, но я же должен проверить все на себе. Останавливаем zigbee2mqtt. В моем случае используется два сервера и останавливать нужно на обоих. Теперь можно запускать аддон. Небольшой страх конечно есть, но я был уверен, что все пройдет успешно. Как я и сказал, какое-то время журнал может не обновляться, переживать не надо. Время от времени проверяем нажимая кнопку обновить. Или не проверяем и идем спокойно пить кофе, умная система сделает все сама. Процесс пошел, видно что подключение пошло на сетевой порт который я указал конфигурации. В моем случае на этом моменте журнал застрял еще на пару минут. Следующий стоп кадр на который мне пришлось любоваться еще минуту или полторы. Процесс завершился, сервисы отработали и остановились. В журнал попало еще что-то, судя по тексту это просто код веб страницы интерфейса самого координатора. Это не страшно, автора аддона я уведомил. Кстати, если вы имеете опыт в разработке таких аддонов и у вас есть мысли и идеи по его улучшению, обязательно напишите их. Ссылку на чат проекта ZigStar я оставил в описании. Сделайте свой вклад в общее дело. Запускаем ZigBitu MQTT. Если у вас несколько серверов как у меня, то стартуйте их по очереди. Два одновременно не хотели запускаться, а один за другим без проблем. Версия прошивки самая актуальная на сегодняшний день. Вот как раз ситуация о возможности которой я упоминал. Несколько устройств выпали в оффлайн, так как время их обновления пришлось на тот момент, когда шла прошивка. Я просто оставил все как есть. Через несколько минут все восстановилось, устройство прислали новое сообщение и система отметила их как онлайн. ZigStar аддон очень сильно упрощает процесс обновления прошивки ZigBitu координатора на базе CC2652P, таких как Sonoff Zabedongle P, ZigStar и им подобных. Не нужно искать где ее скачать, думать какую конкретно версию выбирать. Не надо даже иметь физический доступ к устройству. Стоит помнить, что это может понадобиться для других моделей. У кого есть знания и идеи по улучшению этого аддона, пишите в официальный чат проекта ZigStar, ссылка в описании. Автор полностью открыт для общения. На этом все, надеюсь что это видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Это поможет другим людям, которым интересна тема умного дома, найти его. Если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете ссылки на репозиторий и официальные ресурсы проекта ZigStar, магазины на Алиэкспресс, где можно приобрести эти координаторы, другие обзоры по этой теме, а также мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok